Снежана Каримова. Приплывший дом. Глава первая. Триста утопленников. — Напугай, Лис, напугай! — Майя лягушкой прыгала в убежище из одеял. — Да тихо ты, Май, сейчас рухнет! — Елисей подхватил свесившуюся с пледа гирлянду и закинул обратно. До Нового Года времени было еще вагон и маленькая тележка. Но разноцветные огоньки специально достали с антресолей для одеяльного домика. — Напугай, Лис! — упрямо конючила Майя. Она сунула в рот кончик тонкой светлой косы и заживала его, словно коза. — Что за неугомонная девчонка? — Елисей покосился на Дарину. Та сидела в кресле с книгой на коленях и притворялась мертвой, вернее читающей. Она не собиралась помогать Лису, который раздумывал, какую страшилку можно поведать девочке при ее старшей, хоть и двоюродной сестре. Дара, честно говоря, и сама не знала, что можно рассказывать людям, которым еще даже не выдали паспорт. Его дадут не скоро. Да и вообще, она редко общалась с Майей. Какое у них может быть общение? Дара почти в конце школы. А это козявка в самом начале. И не важно, что Дара привезла Майю в Ярославль. Зато Лис старше, и у него есть родная маленькая сестра. Значит, в мелких девчонках он что-то досмыслит. Вот пусть самый выкручивается. Можешь рассказывать все с маркировкой 6+. Все-таки буркнула Дара, не отрывая взгляд от страницы. Буквы сливались в бессмысленные темные линии. Ее очки лежали рядом на журнальном столике. Но она не хотела их надевать. Без очков можно смотреть на Лиса, не заливаясь предательским румянцем. Единственный плюс слабого зрения — открыто глазеть на расплывающееся, словно стертое ластиком лицо, и не походить при этом на человека с хроническим жаром. «Ну, слушай!» — сдался Елисей. Он придвинулся к одеяльному шалашу, словно волк, карауливший поросенка. Точнее, лис. Майя скрестила ноги по-турецки, перекинула многострадальные косички за спину и, открыв пакетик с орехами, превратилась в слух. «Ох! Недалеко от Ярославля есть город Рыбинск!» — начал лис, понизив голос. И стоит он на берегу моря. «Ой, все! Берегись!» — надавил на больную мозоль. «Чего?» — возмутилась Майя, нахмурилась, перебирая в уме скудные географические познания. «Какое море?» — нет, ты рассказывай правдивую историю, не сказку! Майя на самом деле от этой поездки к родственникам была не особо в восторге. Родители давно обещали ей море, но не получилось с отпусками, и лучшее, что они смогли придумать — это подкинуть дочь племяннице. Майя в поезде хмурилась и ворчала, глядя в окно. «И тут березы да елки, а я хотела бамбук и пальмы!» Дара, в общем-то, сестру понимала. Она тоже бы возмущалась, если бы вместо моря ей подсунули волку. Но она не пыталась развеселить Майю. Тем более сама ехала не развлекаться. У нее было дело. Дарина отправилась на смотри на университет, а куда собиралась поступать на следующий год. Еще она планировала ближе познакомиться с городом, почувствовать себя не гостьей, а жительницей Ярославля. И собиралась ехать она одна, чтобы все по-настоящему, как в студенческом будущем. Но вмешался гениальный план тети Риты с каникулами для Майи. Да еще эту мелкую назначили надзирателем — следить, чтобы Дара не зависала в смартфоне и занималась зарядкой для глаз. Зрение у нее продолжало садиться. Чтение не запретили. Уже хорошо. Правда, допускались только бумажные книги. Сколько ни объясняют, что в смартфоне Дара тоже больше читает, чем торчит в соцсетях, не верят. Ярославль встретила пухшим серым небом и дождем без конца и края. На вокзале их ждала великая тетя. На самом деле, девочкам она была не тетей, а двоюродной бабушкой. Но Лис как-то вычитал в энциклопедии, что раньше на Руси двоюродную бабушку называли великой тетей. Всем это так понравилось, что с тех пор Александру Константиновну ох уж это имя длиной стоварный поезд, внучатой племянницы, только так и звали. Майя насупилась, глядя на тучи, и натянула капюшон ветровки. Великая тетя по пути к машине клятвенно заверяла, что сегодня первый день такой пасмурный. А значит, дождь девочки привезли с собой в чемодане. Хотя в их маленьком северном городке дождя тоже не было, как в принципе и лето, только холод и временами мелкий снег. Дождь, видимо, прицепился по дороге, когда они выходили на станции за мороженым. Ведь какое лето и каникулы без мороженого, даже если приходится, вылезая из вагона, накидывать куртку. В дороге Майя смирилась с недосягаемостью пляжа под пальмами и размечталась о пикниках. Термос, бутерброды, пирожки, плед на траве, бадминтон. Дождь отнял даже это. Лето-то заканчивалось, и остался один месяц, август, да и тот с натяжкой можно назвать летним. А ничего интересного еще не произошло. Об этом Майя грустно поведала великая тетя, когда загрузилась в ее красненькую ладу Калину. Александра Константиновна вошла в положение и решила напечь пирожков. Пикник не хуже, чем на улице будет. Можно даже скатерть на полу расстелить. Алис предложил соорудить одеяльный домик. И вот появился шалаш и стульев, диванных подушек и покрывал. Майя, захватив пакетик с орехами, устроилась внутри. «Как здорово!» — оценила она. «Не хватает только страшной истории. Напугай!» А тут Лиса своим морем. Дара отклеила взгляд от страницы и посмотрела на младшую сестру. Та накручивала на пальцы тощие светлые, как говорила великая тетя, льняные косички. «Так я правду и говорю». Лис отодвинулся от норы, недовольный Майей, но прихватил при этом пару орехов. «Ну, не совсем море, а водохранилище. Хотя какая разница, если все его морем зовут? Оно на море и похоже, огромное!» «Пахнет морем!» «А ведь не прошло и века, как это море появилось, представляешь?» «Вернее, не само появилось, а люди создали его». Дара невольно улыбнулась. Лис был технарем от макушки до пяток. Когда он сказал, что люди создали море, глаза его азартно блеснули. Дара не виделась с троюродным братом несколько лет, и, собираясь в гости к великой тете, все еще представляла смешного, лохматого, рыжего мальчишку с отопыриными ушами и кожей в крапинку. Когда лист успел так вымахать, повзрослеть, раздаться в плечах, вот уж неожиданное открытие, мальчишки тоже растут. Но остались еще старики, которые помнят на дне моря луга, поля, деревни, села, город и речку Малугу. Берега этой речки были усыпаны ягодами, земляникой, малиной, черемахой, но больше всего, говорят, росло смородиной, поэтому местные легенды гласят, что в блинные времена эту реку называли смородиной-смородинкой. Кстати, Малуга переводится как ягодная река. «Теперь там ягодное море», подытожила Майя. «Это с какого языка перевод?» не выдержав, вмешалась Дара. Она закрыла книгу, можно больше не притворяться читающей. Майя при деле, хотя Дара внутренне ужасалась, приехали только сегодня, а уже израсходовали весь стратегический запас домашних развлечений, убежище из одеял, гирлянды, байки из склепа. Правда, история звучала пока совсем не страшно, а любопытно. Лис с досадой зыркнул на Дару. «Не знаю я, с древнего. Не веришь? Погугли». Дара прикусила губу. Ее смартфон лежал на подоконнике. Она же, по завету мамы, будто бы давала глазам отдохнуть. В день ей был выделен час интернета, но перед этим полагалась зарядка для глаз. Нарисовать на оконном стекле фломастером точку и смотреть то вдаль, то на цветное пятнышко. Сегодня Дара еще не бралась за скучное упражнение. Суматоха приезда, мельтешащая чечевица, расспросы великой тети, лис, обед, да и фломастер под руку не попался. Сейчас же великая тетя готовила на кухне пирожки, а они сидели в общей комнате, звавшейся залом. И огоньки на пледе уютно мигали. Как тут прикажете подойти к окну, нарисовать фломастером точку и глядеть то на соседнюю многоэтажку, то на цветную муху? Глупо. Да и стемнело уже. Тяжело, когда нет своей комнаты, а их с Майей определили ночевать как раз в зал. Рассказывай дальше, потребовала Майя, ее названия не интересовали, подавай ужастики. Что там случилось с этой рекой? Да не про реку я хотела рассказать, а про город. Он так же назывался, как и река, Малоко, засадливо махнул рукой лис. Но потом снова вошел в ритм рассказа, и его голос опять зазвучал бархатно, мягко, тихо и зловеще. Дара любила слушать истории великой тети, и, кажется, этот волшебный талант завлекать словами передался и Елисею. Жили малакжане хорошо, все у них было вдоволь. Собирали ягоды, грибы, рыбачили, стреляли уток, земля плодородная, поля, огороды, трава на лугах выше макушки, а значит, в достатке было молока и мясо, да и меда с излишком.